Очень важно, вы знаете, многие вещи просто понимать в том смысле, изучив, какова природа их, какова причина страдания. Вы знаете, одна из больших ошибок в нашем сознании заключается в том, что мы Бога по-прежнему представляем так, как Его представляли язычники и иудеи до Христа. То есть это всесильный царь, всемогущий, который одних награждает, других наказывает за грехи. Всё понятно. И вдруг мы видим беспрецедентное учение, что Бог есть любовь, то есть Он никого, ни на кого не наказывает и никого, если хотите, не награждает. А как же это понять? Мы встречаемся действительно с совершенно новым учением о том, что Бог – это врач, не судья и не палач тем более, а врач. А как врач относится к больным? Если бы инопланетянин посмотрел бы, то, наверное, бы от изумления рот раскрыл бы. Приходят к дяденьке в белом халате, к ним приходят двое. Одному, говорит, на курорт, другому раздеть немедленно, хватают нож и начинают резать. Но инопланетянин всё понял. Первый угодил, а второй насолил. Это ему дяденьке в белом халате. Слышите, вот как мы и думаем. Нет, Бог никого не награждает и не осуждает. Он есть любовь. Всё, что он делает, делает, как пишет замечательный Исаак Сирин, он делает, только глядя на ту пользу, которую принесут его действия данному человеку. Польза и всё. Как хирург производит операцию? Разве это, кому это приятно? Отрезает руку, ногу, ещё что-нибудь, на сердце делает операцию, ради чего? Взирая на ту пользу, которую, которая принесёт эта операция человеку. Вот, оказывается. Поэтому скорби и страдания в мире – это естественное явление нашего печального состояния. Мы же непрерывно живём не по-божески, но скорби – это вовсе не наказание за это, потому что одни страдают, другие, кажется, благоденствуют. В чём дело? Вот как раз и привёл этот пример. Одного на курорт, другого на стол под нож. Мы не знаем особенностей души того и другого человека. Что для него наиболее полезно? Полезно с точки зрения какой? О, с какой точки зрения? Каков смысл человеческой жизни? Для чего он живёт? Оказывается, этот смысл состоит в том, чтобы человек, наконец, понял, что он вот в этом состоянии, в котором мы сейчас находимся, в этом состоянии, он действительно является глубоко больным. Это невозможно! Как это я глубоко больной? Да речь идёт о чём? Ну, заденьте моё самолюбие! Посмотрите, что творится у человека! Потом бегать вокруг него только не знаю, всё! Врагом может стать человек! Заденьте его карман, что будет! Да что угодно! Заденьте его тело! И так далее! Мы глубоко больны! Нас не тронь буквально ни в чём! И не только это! В конечном счёте смерть будет! Это что за существование? Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или какой, какой враждебной властью ты на смерть обречена? Пушкин ведь не случайно написал! Так вот для чего жизнь дана! Для того, чтобы понять, понять смысл немножко этой жизни, понять, что мы находимся в состоянии каком смертности и через это кто в зависимости от человеческой души, кто через скорби и страдания, кто даже, напротив, через, кажется, внешнее благополучие, но должны в конечном счёте созреть для того, чтобы или уже здесь в этой жизни, или даже после смерти, когда откроется всё, увидеть и понять, в чём человек твоё благо – в страстях или в тех добрых свойствах, о которых говорит Христос. Вот, потому что окончательное, окончательное решение судьбы происходит потом. Здесь только идёт подготовка. Вот как относиться к страданиям в мире, страдания, они следствия не просто греха, они следствия милосердия, любви Божией. По любви врач поступает, а не по наказанию. Бандита привезли, убийцу, но искалеченный, и врач его лечит. Это что, мстит ему, да, что ли, режет? Ну, нет, конечно. Вот, оказывается, что, да, поэтому мы вот видим, например, в притчах, в притчах, да, не отказывай в благодеянии нуждающемуся. Вот. Каждый, кто страдает. Вот. Или апостол Павел призывает, помните узников, и как бы вы с ними были в узах, и вместе со страждущими, как будто сами находитесь там. Почему это крайнее, это крайнее необходимое для души человека состояние? Ну, вот так, может быть, относиться к... Ну, это вопрос вы задали очень большой. Одно дело – страдания взрослых людей. Другое дело – детские страдания, невинные страдания. Как понимать природу конфликтов? Это же очень-очень большой вопрос. Мы просто поговорили с вами о самом, так сказать, фундаменте, что Бог – это врач, а не палач. И всё происходит по тем духовным законам, по которым одному человеку нужен курорт, а другому – операция. Субтитры создавал DimaTorzok